Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствуют гармоничные люди. Сегодня у нас в гостях Никита Азарченко, лауреат всероссийских и международных конкурсов, аккордеонист, будущий, возможно, ученик, студент Академии Миннесиных. Привет, Никита! Здравствуйте! Очень рада тебя здесь видеть. Давай немножко расскажем нашим слушателям, как свела нас с тобой судьба. Ну, может быть, ты расскажешь, как все-таки нас судьба тебя с фабрикой свела? Ну, недавно в Москве проходил довольно популярный сейчас конкурс «Мир, музыка и развитие». Очень классный конкурс, там прям масштабный. Смысл этого конкурса в том, чтобы собрать детей с разных концов всей России в единый ансамбль, чтобы за несколько дней они все это отрепетировали и сыграли. Ну и вот на этом конкурсе я стал обладателем гран-при, мне подарили тульский аккордеон новый. Здорово! Да. Ну и расскажи, как тебе тульский аккордеон и вообще какие были впечатления твои от подарка? Ну, если честно, на гран-при я вообще не надеялся, правда. Я прям был максимально удивлен, когда назвали мою фамилию. Тем более, что там награждали, ну, обычно аккордеон баян относится к одной категории, там передо мной наградили мальчика-баяниста. Он был обладателем гран-при, ему тоже, кстати, подарили тульский инструмент, тульский баян белого цвета, такой красивенький. И я уже подумал, ну, понятное дело, мне ничего не подарят. И потом вам называют мою фамилию, я прям удивился. Подарили инструмент, классно, да. Здорово! Ну, а расскажи, в дальнейшем был какой-то вот ансамбль? То есть, вот ты говоришь, цель конкурса — это создать ансамбль лауреатов, правильно я так понимаю, победителей? Нет, там вот, в принципе, есть первый отборочный тур, вы подаете видео, это видео проверяют, отсматривают, выбирают победителей оттуда. И из этих победителей уже собирают отдельные ансамбли небольшие, там из четырех человек, ну, у меня был из четырех человек ансамбль. Мы играли Адажу и Щелкунчика, там они уже сразу выдают готовые ноты, вот это вот все, трек, под который играть нужно. Здорово! Ну, давай тогда начнем все-таки сначала. Расскажи вообще, как ты пришел к игре на аккордеоне? Вообще, изначально я даже не думал, что я буду когда-то заниматься музыкой. Ну, помимо того, что у меня мама закончила хоровой дирижерский факультет, сестра играла на гитаре в то время, и дедушка у меня тоже гармонист, все равно. Ну, я в детстве был довольно любознательным ребенком, мне, что мама не предлагала, в принципе, я на все соглашался. Я за свое детство успел очень много где побывать, и оригами я занимался, разными иностранными языками, немецкий, французский, английский, плаванием я занимался, 37 лет, боксом, два года. Короче, занимался всем, что мне мама предлагала. Ну, и вот предложила она мне один раз сходить в музыкалку. Ну, я, конечно же, понятное дело, согласился. Вот, как раз в этот же день мы сразу же вступили на порог музыкальной школы, и пришел вопрос, какой инструмент выбирать, соответственно. Ну, моя мама выбирала между фортепиано и гитарой, ну, фортепиано, потому что она сама на нем хорошо играет, а гитара, ну, потому что и сестра играла на гитаре, и гитара, в принципе, ей нравится. Ну, и вот, думали мы долго, ходили, слушали разные инструменты, и потом встретили директрису нашей школы, Елена Ивановна, очень классная женщина, добрая. Она, у нее был, как бы, такой, можно сказать, дар, она детям определяла, могла легко определить ребенку, на каком инструменте ему будет хорошо играть. И вот, соответственно, увидя меня, ну, я в детстве еще был таким крупным ребенком, она мне предложила сразу же либо баян, либо аккордеон. Ну, и, соответственно, в этот же день мы пошли, послушали оба инструмента, и выбрал я именно аккордеон. Не знаю, почему его именно выбрал, но что-то в нем есть, отличающее от баяна, все-таки он другой. Сколько лет тебе было? Мне было, по-моему, 7 лет всего, да. Ну, а расскажи вообще, вот, обучение в музыкальной школе, то есть, получается, сейчас тебе 16, правильно? То есть, ну, по сути, да, весь сознательный возраст ты учился в музыкальной школе. Это достаточно долго, обычно, ну, там, 5 лет учатся и прощаются с музыкальной школой. Как тебе вообще это было? Ну, как бы, людям-то вообще образовательное надоедает, а тут музыкальное 9 лет. Ну, вообще, изначально я, когда начал заниматься музыкой, мне нравилось, но мне не нравилось, что нужно много заниматься. Меня мама дома заставляла, понятное дело, я ей очень за это благодарен, кстати. Да, приходилось заниматься, но потом я даже вошел во вкус, мне стало нравиться, но профессионально я не занимался все равно. И вот позже где-то, наверное, я занимался около 6 лет, да, 6 класс моей музыкалки был в Домодедово. Там я уже начал и по конкурсам иногда выезжать, получать какие-то места, там, вторые, третьи, первые иногда даже. И я подумал, что почему бы не начать заниматься профессионально. Тогда после этого мы нашли мне репетитора, как раз, Марину Сергеевну, Максимец, она выпускница Гнесинки. И после этого она начала у меня преподавать, она ездила ко мне на дом, мы с ней занимались. Я занимался еще параллельно в той музыкальной школе. И вот 8 лет я прозанимался в ней. И на 9-й год я перешел учиться в Москву как раз к Марине Сергеевне, потому что она преподавала в Москве, в московской школе имени Мисковского, она там преподает. И я поэтому перешел к ней. И там с ней занимался, и сейчас уже поступаю в Гнесинку. А в какой момент ты вообще решил, что хочешь свою жизнь, в будущем профессиональную деятельность, связать с аккордеоном, вот ты решил поступать в Гнесинку, когда это случилось с тобой? На самом деле случилось это недавно, вот прям, наверное, года два назад. Я вот только-только начал, когда заниматься профессионально, я понял, что у меня это реально хорошо получается. Мне прям понравилось играть на сцене, особенно, когда играешь, и публике нравится это. И это видно, все радуются, аплодируют, ну, понятное дело. Это вот прям классно, я понял, что мне это реально нравится, прям, вот, да. Параллельно, я так понимаю, ты в общеобразовательной школе тоже учился. Как оно было совмещать вот эти вот две жизни, музыкальную и школу? Ну, изначально было, конечно, сложновато, но со временем как-то оно само все разрешилось, легче стало реально. Но я стал успевать и то, и то, я стал рассчитывать время, что куда потратить, меньше балбесничать стал, ну, да. Стал больше, ну, реально время на стоящие вещи тратить, заниматься, вот это все. Ну, и в конце концов все учителя знали, что я ухожу после девятого класса, ухожу в колледж музыкальный. И поэтому, в принципе, мне были такие, можно сказать, какие-то льготы даже. Лояльные условия, да? Да, ко мне лояльно относились, да. А, кстати, ты в школе вообще образовательной как-то презентовал, вот, что ты играешь, выступал, может быть, где-то, окружение твое знало, знает о твоем выборе? Не, ну, так-то о том, что я играю, знает вся школа. И один раз я даже там был на концерте у нас, в нашей школе был концерт для младшеклассников, я там тоже выступал, по-моему, года четыре назад. А как одноклассники относятся, ну, к такому, согласись, пока еще все-таки неожиданная история, когда твой одноклассник всерьез играет на аккордеоне? Да не знаю, в принципе, у нас у всех одноклассников каждый учится на свою специальность в основном. Кто-то по математике больше, кто-то по физике, кто-то в информатику, кто-то в биологию, поэтому там, в принципе, все нормально это оценивают, потому что у всех свои увлечения, это нормально, в принципе. Понятно. Субтитры подогнал «Симон» 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 там фуги, прелюдии, баха, например, и современную музыку, там всякий рэп тоже есть в плейлисте, также есть музыка 90-х, там «Ласковый май» и такое все. В принципе, музыку слушаю разную. Там что понравится, то и добавляю. Широкий спектр. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А ты рассказывал, предлагали баян и аккордеон, тогда ты выбрал аккордеон. А сейчас бы тебе предложили, например, баян или аккордеон, ты бы что выбрал? Ну вообще, говорят, что на баяне играть легче, потому что там диапазон другой, там легче перепрыгивать, например, пальцами. И в принципе он по габаритам и поменьше, и там можно больше кнопок уместить, потому что аккордеон, если растянуть деку, там уже некуда просто. Но все же, хоть и баян, возможно, действительно удобней, все равно я выберу аккордеон. Он мне привычнее как-то, он такой, ну что-то в нем все равно особенное такое есть, отличающее от баяна. А хотел бы научиться играть еще на каком-нибудь музыкальном инструменте? Ну, наверное, ты на фортепиано играешь, я так предполагаю, что ты учился в музыкальной школе на аккордеоне, а на чем-нибудь еще тебе хотелось бы научиться играть? Вообще, я вот очень хотел научиться играть еще на скрипке и на гуслях. Вот мне звучание гуси прям очень нравится, гуси прям классный инструмент. Я особенно вот когда на конкурсе «Мир» послушал, вот мне прям запали в душу гуси. И скрипка тоже очень классная, особенно вот когда я на ней исполняю, там, например, «Вивальди», «Времена года», «Зима», вот это все. Ну, Никит, сегодня ты на фабрике у нас первый раз, я так понимаю, да, и на производство ты сходил, посмотрел. Ну, до этого я бывал на фабрике Юпитера, там, конечно, масштабы не такие, там, ну, там потому что уже привозят готовые детали, и там на месте их просто собирают, шлифуют, что-то такое. Но здесь масштабы прям совсем другие, здесь все прям классно, такие масштабы большие, да. Это прям под каждый отдельный, ну, вот под каждую отдельную заготовку, вот свой отдельный цех, там, все вот эти вот цехи, где вырезают из дерева, где собирают инструменты. Особенно классный цех, где раскрашивают инструменты прям красиво там. Потому что, чтобы их раскрашивать, там, действительно, если одна ошибка, то это сразу заново шлифовать и все заново перерисовывать, это тяжело. Слушай, ну, и, наверное, последний вопрос. Как ты думаешь, какое будущее вот у Язычковых, у Баяна, Аккордеона? Каким ты его видишь? Мне кажется, что все-таки у Баяна, Аккордеона довольно большое будущее. Конечно, я думаю, что инструменты будут еще развиваться, это вот прям точно. Будут появляться новые модели, соответственно, разных инструментов, возможно, даже какие-нибудь гибриды, например, между Баяном и Аккордеоном тоже возможно. Это вообще будет очень инновационное что-то. А будет ли кому на них играть? Будет, конечно. Как ни крути, живая музыка никогда не будет мертва, она всегда будет с нами. Может быть, ты хочешь что-то сказать нашим зрителям еще? Ну, могу пожелать всем зрителям удачи, сказать, например, что если хотите заниматься музыкой, конечно, занимайтесь, ведь музыка – это реально классно. Там можно, в музыке можно найти себя. Если нравится, то стоит заниматься, пробовать, пробовать разные инструменты. Что-то может понравиться, что-то может не понравиться, это нормально. И, в общем, могу пожелать всем сердечной удачи и успехов в музыке. Спасибо большое, Никит. Мне добавить к твоим словам нечего. Поэтому желаю вам всем прекрасного лета, так как у нас сейчас еще идет лето. И до новых встреч в наших следующих выпусках «Гармоничных людей». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»